МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Одобрил рубки, жди следователи. Действия начальника Белокурихинского лесничества проверяют правоохранители. В Барнауле начинают активнее готовиться к Новому году. Сосульки и снежные шапки падают с крыш. Как уберечь свои головы? Превысил должностные полномочия. Следователи края предъявили обвинение начальнику Белокурихинского лесничества управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. На этих кадрах задержание должностного лица, который, зная, что на территории лесничества в природном парке краевого значения запрещены проходные рубки, от имени Министерства природных ресурсов заключил договор купли-продажи с краевым автономным учреждением Алтай-Лес. Тем самым разрешил проведение этих самых рубок. Напомним, парк предгорье Алтая расположен в Смоленском, Алтайском и Солонешинском районах Алтайского края. Данные действия обвиняемого повлеклись за собой причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. На данный момент обвиняемый под стражей следователи собирают доказательства по уголовному делу. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. А вот следующие рубки совершенно законные, даже желанные жители края уже обдумывают покупку главной новогодней красавицы. Предпочтение отдают натуральной. Какие деревья подходят для новогоднего праздника, когда их начинают срубать и сколько всего елей будет предложено покупателям, узнавала Дарья Эйдемиллер. То празднику рад, то ты накануне елку купил. Сегодня нам расскажут, где эти самые елки хранят. И покажут, откуда их привозят. На елочных базарах у нас заготавливается, продается не только с нашего региона, а также из соседних регионов Темирской области и Республики Алтай. На территории края, ну для сравнения, идет огромный спад, интерес. Вообще к новогодним елочкам люди больше покупают искусственную ель. Для сравнения, в прошлом году заготовлено 20 тысяч деревьев хвойных пород официально, а в этом году на сегодняшний день всего 8 тысяч. Вопреки расхожему мнению, на новогодних базарах молодые ели не продают. Именно эти деревья сейчас внимательно охраняют от высягательств. А на новогодний базар увозят верхушки старых еловых, либо же те деревья, которые удалили, чтобы проредить лесополосы. Заготовка новогодних елей начинается где-то в конце октября, ну конец октября, начало ноября, до нового года. Итак, здесь хранятся деревья, что будут радовать вас, вероятно, до середины следующего месяца. Всего в крае планируют подготовить 16 тысяч деревьев. Здесь их около 600. Кстати, продажи уже идут и к концу месяца помещение опустеет полностью. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. Кстати, в Барнауле купить натуральную елку можно будет уже на этой неделе. Елочные базары открываются в воскресенье, 15 декабря. Минимальная стоимость 600 рублей. В городе планируют открыть 71 торговую точку. Также дополнительную торговлю хвойными могут организовать возле торговых центров и магазинов. Больше всего елочных базарчиков разместят вдоль проспекта Ленина, особенно на улицах Партизанская и Ядренцево и на Социалистическом проспекте. А вот, например, во Власихе будет 7 торговых площадок, на Южном – 2. О, теперь! Это не только приятные зимние прогулки и лепка снеговиков, это и падающий снег с крыши, опасные сосульки, которые могут не только покалечить, даже убить. Как уберечь себя от зимних ловушек? В сюжете Полины Ждановой. Зима – это сказочное время года, но за романтикой зимних вечеров нередко скрываются и опасности. За снегопадом и оттепелью неизбежно последует похолодание. Значит, вся вот эта слякоть превратится в каток. А сосульки начнут падать с крыши, возможно, кому-то на головы. Гололед опасен как для водителей, так и для пешеходов. Последние при падении на льду могут получить травмы разной тяжести – от ушиба до переломов. Пик обращений в травматологию – начало зимы и весны. В группе риска – пожилые. Им врачи рекомендуют не выходить из дома в гололед. По анатомическим особенностям у людей старше 45-50 лет кровоснабжение шейки бедра нарушается, прекращается. Поэтому такие переломы не срастаются. Единственный вариант лечения – это протезирование тазобедренного сустава. Для того, чтобы лед был не скользким, дороги посыпают смесью песка и 15-процентной соли, а тротуары – просто песком. Такая защита эффективна при морозе до 15 градусов. При температурах ниже наледи убирают грейдером. Дорожной службой заготовлено 38 тысяч тонн песчаной соляной смеси. Этот объем соответствует среднему уровню использования в зимний период. Реагентов достаточно. Посыпка ведется в соответствии с нормативами. А вот от сосулек песок не спасает. Барнаульцы уже жалуются на опасные крыши, с которых свисают глыбы снега и огромные сосульки. За чистку крыш отвечает или УК, или собственники. Если сосулька или снег упали на голову, нужно обязательно вызвать скорую и госпитализировать человека, а потом взыскать компенсацию. Прежде всего необходимо обратиться в медицинское учреждение, в котором зафиксировать весь нанесенный ущерб и его причины. Далее необходимо уже с имеющейся справкой написать заявление в управляющую организацию, ну или же в ТСЖ и ждать ответа. Если ответа в назначенный вами срок, в среднем это около месяца, не будет, то необходимо обратиться в суд для взыскания материального и также иного морального ущерба. От сосульок может спасти внимательность, а от гололеда поможет обувь с качественной протекторной подошвой. Или если есть проблемы с суставами, трость. В любом случае проверить свой маршрут на безопасность перед выходом из дома – шанс остаться целым. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком. Барнаульцы могут высказаться о том, как должны преобразить общественные территории, которые в этом году выбрали в ходе интернет-голосования. Напомним, лидера списка на благоустройство в 2020 году парк Изумрудный, Медюлинская роща и зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетный. Правда, концепции развития Изумрудного займутся на уровне края, а по двум другим территориям предложение принимают в ходе опроса на официальном сайте города. Вот так он выглядит, учитывают пол, возраст голосующих и то, чем они занимаются. Ну а вот, что хотят узнать. Какие виды зеленых насаждений применять, какие цветовые решения, какие функциональные нагрузки хотелось бы видеть на данных территориях. Это сделано для того, чтобы учесть мнение, конечно же, всех горожан. Поучаствовать в опросе можно до 20 декабря. Далее все мнения систематизируют и отдадут подрядчику для разработки проектно-сметной документации. В мэрии рассчитывают на ответственных исполнителей, которые смогут воплотить на практике предложения барнаульцев. В немецком Ганновере состоялась одна из крупнейших мировых сельскохозяйственных выставок «Агротехника-2019». В ней участвовало и алтайское предприятие. Компания «Нартек» представила зарубежному покупателю свою линейку шин, среди которых особым вниманием пользовались крупногабаритные. Ведущие производители техники и комплектующих знакомили гостей выставки со своей продукцией в течение недели. Экспозиция вместила 2900 экспонатов из 140 стран, а побывали на ней за время работы около полумиллиона человек со всего мира. На стенде «Нартек» прошли переговоры как с участниками, так и с посетителями выставки из Европы, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, стран бывшего СНГ, а также из Индии и Австралии. Представители компании отмечают участие в подобных мероприятиях, открывают новые перспективы для развития, расширения географии поставок, а значит и об увеличении объемов производства. К новостям из мира спорта. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от всех международных соревнований на 4 года. Причина все та же – допинговые скандалы. На всех крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, наши спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. Российские флаг и ГИН под запретом. Такое решение было принято накануне. Естественно, оно отразится и на алтайских спортсменах, таких как Сергей Шубенков, Сергей Каменский, Ульяна Подпальная. При этом на протяжении 4-х лет России будет запрещено проводить крупные международные соревнования. Но это неправильно. Неправильно, что отстранили. Потому что под российским флагом нужно выступать. За спортсменов обидно, конечно, но больше обидно за наших стариков, за то, что они пенсию такую получают, за наших детей, которые в таких школах учатся в сельской местности. Это американцы. Вот самое натуральное, это американцы все. Под их руководством. Ну и Канада, там и Польша. Вся эта шалупунь, извините. Как на эту новость отреагировали алтайские спортсмены и какова судьба этапа Кубка мира по гребле, который должен пройти в Барнауле в 2021 году? Расскажем в вечернем выпуске новостей. А на этом у меня все через несколько секунд и погоди. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.